ну да это просто гениально есть что я придумал удивительную экскурсию ну и чем будешь радовать что за экскурсия экскурсия по сугробам а как тебе а назову я эту экскурсию самарские альпы саша слушай пока конечно зима тогда будет все актуально а потом снег растает и твоя экскурсия вместе с ней сольется что ну вот но не расстраивайся саша снег растает появится лужи ты сможешь водить экскурсию по самарским лужам назовешь ее самарский лохнесс например а сегодня мы тебе еще подкинем разных идей для экскурсии потому что сегодня день экскурсовода и мы поздравляем всех экскурсоводов доброе утро губерния с вами любитель необычных экскурсий катя перка и начинающий экскурсовод саш кондрать ну что мне кажется я бы смог стать экскурсоводом поговорить я люблю знания в истории мне неплохие да и собственно пешком ходить это вообще мое саш но знаю то как ты плохо ориентируешься в городе я буду твою группу и сейчас напереживала бы ничего бывает еще хуже жители губернии подтвердят завести нас светлое будущее наверное что-то экстремально поход в лес без карты заведут туда куда ни разу название оригинальное на самом деле про пути это встречалось именно с таким бюро она действительно существует без боясь представить ну что-нибудь историческое по историческим старым местам самары может быть прекрасный тур и в тулу наверное одним из самых необычных и страшных мест для экскурсии является чернобыльская аэс спустя десятки лет после взрыва это атомная станция стала туристическим аттракционом туристам предлагают посетить реактор мертвый город припять и красный лес где сосны от воздействия радиации стали красно-оранжевыми жутковато звучит но у нас губернии зато все сосны ярко-белые потому что снега в этом году очень много и зима такая прям снежная-снежная а как будет со снегом сегодня нам расскажут наши синоптики в четверг в самарской области ожидаются переменная облачность слабая метель и гололедица максимальная температура воздуха днем составит 0 5 градусов мороза ночью минус 3 минус 8 местами пройдет небольшой мокрый снег ветер будет дуть юго-западной со скоростью 9 14 метров в секунду на севере и западе в дневное время минус 2 минус 4 на востоке и юге 3 6 мороза в самаре днем 0 минус 2 ночью минус 5 минус 8 атмосферное давление понизится и составит 750 миллиметров ртутного столба относительная влажность воздуха 88 процентов саша я хочу отправиться на экскурсию тайны купеческой самары каким образом зарабатывали свои деньги наши купцы как они повлияли на судьбу самарской губернии вообще каждая купеческая династия имеет свои корни традиции а самое главное тайны это очень интересно пойдешь со мной нет я как любитель горячих напитков уже забронировал себе место на экскурсию волжское чаепитие здесь можно познакомиться с историей чая в самаре побывать на самарской кухне середины 20 века и узнать кто был на ней главным а что тут узнавать моя бабушка конечно но самое главное наконец-то узнаю рецепт заваривания чая по купечески чай это конечно хорошо на дворе зима есть что-нибудь актуально конечно конечно рекомендую всем отправиться в чукотскую сказку вас ждет знакомство с хаски катание на собачьей упряжке по просторам губернии и шаманские посиделки ну я смотрю там даже фотографироваться можно мелота кстати зимой можно еще отправиться в тур по самарским избушкам а в каких условиях жили наши предки 150 лет назад и как был устроен деревенский быт на эти вопросы вы узнаете все ответы еще в программе вас ждут покатушки на лошадках вкусный обед в горшочке и релакс по такой момент лошкарей вот так бы каждый день но перед обедом в горшочке неплохо было бы выполнить парочку простых движений всем доброе утро вас приветствует фитнес-клуб спортзавод и сегодня мы с вами сделаем парную тренировку мы с вами проработаем верхнюю часть грудного отдела итак начнем с вами первое упражнение партнер сделает планочку и будет делать отжимания но тем временем партнерша берет ножки и делает становую тягу подходим поближе чтобы удобно ягодицу назад колени согнуты и одновременно начинаем и раз выдох и раз и два последний и три хорошо ставим ножки поднимаемся это упражнение мы проделаем 15 повторений и так ну а теперь чтобы дама тоже не скучала про работа мы поменяемся на те же самые мышцы и так встаем в паночку партнеру доверяем ваши ноги и поехали отжимание раз выдох выдох последний и закончили отлично я думаю вы с этим справились также предлагаю вам сделать 15 повторений ну что ж заключающим упражнением мы с вами проделаем планочку она будет очень эффективно по завершению каких-либо силовых упражнений и так мужчина будет делать планку естественно ну а дам ему в этом поможет поэтому располагаемся на мощной спине вашего партнера и вдохновляем поехали и раз и два и три выдох и еще два раз и еще разок хап отлично ну что ж закончили замечательно владимир вы справились великолепно эту же планку я предлагаю чтобы проделали по 15 повторений и можете сделать в три круга что ж заряжаемся бодрым утром с вами были мы владимир и дарья фитнес-клуб спортзавод бодрое настроение утром это очень просто улыбнитесь выпейся чашечку ароматного чая и включите фонки и доброе утро губерния в эфире музыкальная рубрика как по нотам и сегодня мы поговорим об одном из самых ритмичных стилей мировой музыки под названием фонг фанк фанк это широчайшее понятие которое включает в себя стиль музыки стиль танца и даже образ жизни а изначально жаргонным словечком фанк афроамериканские музыканты называли музыку с мягкой спокойной мелодии чуть позже уже ритмичную и танцевальную а само слово фанк появилась в музыкальном обиходе с легкой руки джазового композитора и паниста хорреса сильвера фанк это прямое продолжение музыки соу где открыто звучала тема протеста отцом фанка во многом считает легендарного джеймса брауна этот человек разработал собственный нестандартный рисунок поведения ударных которым выделялась слабая доля такта поначалу это обескуражило его друзей музыкантов не привыкших так играть затем браун решил совместить новый рисунок ударных синкопированными гитарными ритмами повторяющимся басом добавил знаменитый броский кричащий вокал также не типично для мягкого соула так и получилась музыка свободы и темперамента группа середины 60-х тотчас подхватили стиль созданный брауном и начали его активно развивать привнося все новые и новые детали но все-таки временем расцвета оригинального фанка считает 70-е когда появилось огромное количество новых групп а сингл занимали первые места в мировых рейтингах середина шестидесятых и до наших дней фанк это музыканты разных поколений джеймс браун арета франклин орфиндон файд джимми раквай даже майкл декона и множество других классных исполнителей создающих оригинальную музыку который зачастую нелегко даже отличить корни фанк музыки и хотя в своем первоначальном значении термин фанк практически исчез из обихода использование элементов этого стиля в современных композициях гарантирует этому бодрящему музыкальному направлению долголетие а у меня на этом все мы увидимся с вами на следующей неделе обязательно споемся пока танцуете сегодня 21 февраля ровно 280 лет назад 21 февраля 1739 года крепость построены на куне и волошке известным русским государственным деятелем историком командором оренбургской экспедиции василием датищина получила официальное название первоначально он хотел дать новой крепости имя епифания что в переводе с греческого означало просвещение однако его убедили назвать новые поселения ставрополем то есть городом крестом или городом креста что соответствовала духу и назначению новой крепости это поселение еще называли ставрополем на волге или Ставрополем-Волжским. Приемником его является город Тольятти. Ровно полвека назад, 21 февраля 1969 года, состоялся первый пуск ракеты-носителя «Н-1», изготовленный на Кубышевском заводе «Прогресс». К сожалению, он оказался неудачным. Ракета упала в 52 километрах от стартовой площадки и сгорела практически дотла. Ежегодно 21 февраля во многих странах мира, в том числе и в России, отмечается Международный день родного языка. А еще сегодня Всемирный день экскурсовода. Поздравление с днем рождения сегодня принимает депутат Самарской губернской думы Виктор Владиславович Егоршин. Также 21 февраля были рождены советский режиссер-мультипликатор Александр Снежко-Блотская, французский модельер Юбер де Живанши, американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Захар серпобидец. Женицы молились этому святому о хорошем урожае. В день его памяти крестьяне много внимания уделяли серпам. В связи с этим говорили, не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа. Таким вошло в историю 21 февраля. Всего вам самого наилучшего. Есть еще одна увлекательная экскурсия – прогулка по Самаре французской. Здесь можно будет обсудить старо-французский стиль в архитектуре, узнать о знаменитых жителях губернии с французскими корнями и полюбоваться на самарских модницах. А если лень идти на экскурсию, оставайтесь дома и ловите модные советы от Маши Горячевой. Доброе утро, студия! Доброе утро, дорогие телезрители! Ну что, сегодня хочу с вами поговорить про базовый гардероб в офис. Очень часто, к моему сожалению, в офисах принят дресс-код. И чаще всего это черно-белый цвет. Бедные девушки, я искренне вам сочувствую, потому что я, как дизайнер, могу ходить на свою работу и выбирать какие угодно цвета в одежде. И сегодня мы поговорим с вами про черно-белую гамму и какими оцентами мы можем сделать ее более интересной. Итак, возьмем мою любимую юбочку-плиссе черного цвета, как и велит нам дресс-код. Ну, например, в банках, в нефтяных компаниях. Простая белая блузка. По моему мнению, это один из самых, ну и скучнейших луков, которые только можно придумать. Но мы были бы немы, если бы не придумали разные фишечки и интересные ходы. База – черный пиджак. Обратите внимание на крупную брошь из атласного бонта и страз. Мы можем с вами использовать эту брошь как на лацкане пиджака, как в данном случае, так и перекрепить ее, например, на бород рубашки, что уже будет более интересной задумкой. Согласитесь, такой романтичный образ очень даже интересен. Итак, разнообразим. Этот лук не просто юбочкой плиссе, достаточно скучным вариантом, по моему мнению, а, например, брюками в клетку. Ведь у всех есть веселая пятница, а или как там у вас ее называют в офисах. Обратите внимание на то, что это брючки с модным акцентом на завышенной талии и интересным бантом. Сочетаем. Не нужно в этот момент думать, что брошька не подходит к этому луку. Наоборот, она является ярким акцентом, который будет говорить сам за себя. Итак, если вы любительница черного и никак не можете вылезти из этого цвета, вам кажется, что белое, пудровое, голубое, фиолетовое все восполнит, я, знаете, называю этот этап в жизни черной полосой женщины. Если вы все-таки выбрали черный верх, постарайтесь, чтобы это была не просто черная блузка, а, например, вот такая кофта с элегантной баской. Ну и, конечно, в ваш случае черный низ. В одной черной-черной комнате очень черная-черная девушка взяла черную-черную кредитку своего мужа и потратила все на шоппинг. Это наш вариант. Итак, разнообразим этот лук красным поясочком, но не просто красным поясочком, а красным поясочком с игривым бантиком. Согласитесь, этот красный акцент не будет вас исполнить, но будет говорить о вас, что вы девушка с изюминкой. Очень часто я слышу такого возражения, что платье-сорочка совершенно не подходит для офисного стиля. Не соглашусь, как дизайнер полностью отвергаю ваше мнение. Рассмотрим вот такое платье-сорочку из тонкой шерсти. Очень интересные лямочки, все элегантно. Опять же, давайте украсим этот образ нашей брошью, но мы выберем для этого не сам сарафан, а подберем к этому луку кардиган цвета нашей кофточки. Одним движением руки набрасываем кардиган, на сет с платьем-сорочкой. Получается очень стильно. И украшаем этот лук брошью. Мне очень нравится лук, который мы с вами собрали. Я надеюсь, что вы будете пользоваться всеми секретами моей рубрики. Ну и, конечно же, я не могу упустить шанса поговорить с вами о платьях-рубашках. Сегодня та расцветка платья-рубашки, которую вы можете использовать в офисе. Итак, платья-рубашка черно-белого цвета, черная водолазка, черные брюки обязательно, но хотя вы знаете, с высокими шапожками это могут быть даже черные плотные лосины. Выглядит, знаете, достаточно как-то неженственно и совершенно непривлекательно, но делаем акценты. Всю нашу сегодняшнюю рубрику мы с вами делаем акценты в наших луках. Итак, берем широкий пояс, повязываем его на талии, и таким образом у нас получается модный современный лук. Вот с таким луком, с высокими сапожками-батфортами, мы смело идем на работу и продолжаем восхищать всех окружающих. Если вы хотите, чтобы ваш босс вас повысил, всегда будьте бдительны, всегда будьте в тренде и на волне моды. Даже монохромный черный лук при правильной расстановке акцентов может выглядеть очень интересно. Всем хорошей недели! С вами была ваш любимый дизайнер Маша Горячева. Продолжаем нашу программу. У нас в гостях Анастасия Андросова, экскурсовод. Доброе утро. Доброе утро. Анастасия, скажите, каких экскурсоводов любят туристы? Мне кажется, в первую очередь харизматичных. Те, которые могут удержать структуру, чтобы после экскурсии у вас все разложилось по полочкам. Ну и те, которые с улыбкой встречают и рассказывают о своем городе. Расскажите немножко про ваши экскурсии, какие вы принципы используете в них. Ищите ли нестандартные подходы. На самом деле, это такой синтез стандартного и нестандартного всегда, потому что у нас есть абсолютно такие классические экскурсии, как обзорные маршруты и для гостей, и для жителей нашего города. Там Бункер Стальн, пиварьный завод, на котором мы водим экскурсии. Но также есть и те, которые, так скажем, дать времени. То есть, например, гастротуры, туры по барам, или, например, экскурсия ночная филармония. То есть такие, которые здесь и сейчас интересны людям. И вы правы, мы всегда в поиске новых маршрут. А можно ли как-то оживить вот эти классические экскурсии, привнести в них что-то новое? Именно мы это и стараемся делать. То есть мы всегда стараемся даже в самой, казалось бы, простой экскурсии что-то предпринять. Ну, например, вот у нас экскурсия Бункер Сталина, и мы там раздаем стилизованные письма с фронта с нашим поэтом Самарским Иваном Булкиным, не очень известным, но не менее от этого талантливым. И это вносит в такую вот как бы юбулку. И везде, вот в каждом маршруте мы стараемся придумать нечто свое. Насколько вообще эта профессия сейчас популярна? И зачем нужен экскурсовод? Ведь можно все найти в интернете и спокойненько пройти по маршруту. То есть сейчас довольно популярно. Сейчас появляются такие как бы агрегаты, например, как Tripster, это экскурсия от местных жителей, да? Когда экскурсовод становится не только экскурсоводом, но, по сути, таким другом, который тебе поможет вот в незнакомом городе. Или в знакомом городе, почему нет? А насчет интернета – это очень хороший вопрос, на самом деле. Вот, наверное, наша цель – это сделать так, чтобы человек, который даже случайно, пускай, попал на экскурсию, понял, что нет, экскурсовод все-таки нужен. Потому что в интернете мы что найдем? Мы найдем какой-нибудь факт о здании, да? Или там о каком-то событии. Но мы никогда не узнаем, что там предшествовало этому, что он подслужил катализатором для строительства, например, если мы говорим о здании. И все-таки мы не будем же полагать, что экскурсовод нашел все в интернете и от этого продвигается экскурсия, получает миллионы хороших отзывов. Все-таки значит, что экскурсовод проделал какую-то работу. У нас каждый маршрут где-то, наверное, полтора месяца точно разрабатывается, чтобы мы познакомили вас с какими-то неизвестными двориками, в какое-нибудь антоэтичное место зашли. Вы это, вероятнее всего, сможете найти сами. Но сколько вы потратите на это время – большой вопрос. Поэтому наша цель – именно познакомить с городом так, как вы это не сможете сделать самостоятельно. А сами экскурсоводы, мне интересно, ходят на чужие экскурсии? Я думаю, что многие ходят. Я стараюсь не ходить просто потому, что я, знаете, такой человек. Вот если я пришла куда-нибудь, я обязательно вдохновлюсь этой ситуацией, поэтому я не хочу повторять там как-то своих коллег, поэтому я принципиально не хожу. Но я хожу к своим коллегам, там, не знаю, в Праге, в Москве, в Петербурге, чтобы вдохновиться и какие-то перенять, может быть, навыки. Сейчас интересная информация для туристов, как раз для любителей экскурсий. Что больше всего раздражает в поведении туристов на экскурсии, Анастасия? Мне кажется, что человек, который пошел экскурсоводом, все-таки любит людей, вероятнее всего, работать, если он пошел экскурсоводом. Поэтому вот прям раздражает, не могу сказать, что прям вот что-то бесит, но бывает, что что-то отвлекает. Ну, просто потому что мы все люди, если, например, на экскурсии начинают разговаривать громко, обсуждать экскурсию, это здорово, что это вызвало интерес, но может сбиться, экскурсовод, да, или, например, если там снимают со вспышкой, и вам попало на лицо, тоже это может отвлечь. Но это всего лишь именно отвлечение внимания, но уж точно там не раздражение. Просто к нам не ходят люди, которые могут раздражать, потому что у нас всегда такая аудитория, но специфически все-таки люди ходят на экскурсию, да, те, кому там хочется нахамить или там как-то раздражать людей, то Ана, наверное, уберут другой засуг. Есть ли что-то еще в Самаре, что для вас загадкой остается? Ну, прям, наверное, чтобы загадка-загадка, уже, наверное, нет, но есть много таких потенциальных маршрутов, за которые мы постепенно беремся. Как я уже сказала, все-таки много времени уходит на каждый маршрут. Вот мы этой весной презентуем аж 4 новых маршрута, поэтому потихонечку мы так познаем Самару и знакомимся с ней. Ну, расскажите немножко про эти новые маршруты, которые вы сейчас будете разрабатывать и уже презентовать. Ну, один из них, он как бы такого же, не такой уж новой, так скажем, режимной поверхности, но у нас просто его не было. Это Голубое озеро, недалеко от Северокеевска. Потом у нас стартует экскурсия 19-17, которая называется эта экскурсия, посвященная революционным событиям. Это такая экскурсия-пьеса, в общем, что-то такое необычное. Потом у нас будет экскурсия... С переодевашками. С актерами? Нет, с актерами, но не с переодевашками, а с переодеванием, так скажем, мысленным, вот так вот, ментальным. Экскурсия по литературной Самаре у нас будет, Самара между строк, и у нас будет экскурсия места исполнения желаний. Что же, что надо потереть в Самаре? Сколько надо загадать желаний, понимаешь, что по каждому месту пройти, что-нибудь новое загадывать, и не одно и то же. Какие качества требуются экскурсоводу? И правда, посоветуйте, пожалуйста, людям, которые, возможно, готовы проводить экскурсию, что же требуется, к чему нужно быть готовы? Ну, я вот сама лично считаю, это только мое мнение, что все-таки экскурсовод, который ведет исторические маршруты, то есть обзорные маршруты, должен обладать историческим образованием. Потому что, на мой взгляд, только оно может дать вот эту возможность посмотреть какое-то событие в Самаре в ретроспективе событий истории России. Поэтому это мое личное мнение. Ну, хотя бы гуманитарным, в общем, целым классическим образованием. Филфак сойдет. Ну, да, филфак подойдет. А так, какие качества? Ну, вот, как бы клиентаориентированность везде, да, сейчас нужно. И, мне кажется, умение перерабатывать материал. Потому что сейчас уже не пойдет, если вы выучите материал, и там, поехали, через 10 лет остановились. Сейчас все меняется, открываются, закрываются места, открываются места, какие-то дома отправятся на реставрацию, какие-то появляются новые объекты, и как бы нужно держать руку на пульсе. Но я бы не посоветовала, например, идти тем, кто хочет прям сделать основной профессией. В Самаре все-таки это бизнес сезонный. И в 80% случаев среди наших экскурсоводов, а их у нас в Самаре более 70 человек, это все-таки совмещение. То есть очень мало экскурсоводов, которые работают прям круглый год только на этой работе. Поэтому, в общем, если это студент, который хочет попробовать, то почему нет? Если это человек, который хочет основной профессии сделать, то нужно сначала подумать, ну, каким образом он привлечет клиентов на весь год. Отлично. Анастасия, спасибо большое. Спасибо, что вам. Очень интересно. Сразу захотелось на экскурсию. Да, в дом остался. Ну вот, как потеплеет, и сразу пойдем. Продолжаем нашу программу. Вернемся в студию совсем скоро. Здравствуйте. Вы смотрите новости губернии в студии Георгий Федоров. С 1 января 2020 года число российских семей, получающих дополнительные выплаты на первого и второго ребенка, может вырасти в полтора раза. На это в своем послании Федеральному собранию указал президент Владимир Путин. Глава государства предложил со следующего года расширить критерии нуждаемости в поддержке. Сейчас на выплаты могут рассчитывать семьи, доход каждого члена которых меньше, чем полтора прожиточных минимума. После изменений планку поднимут до двух. Для Самарской области это порядка 19 700 рублей. Напомню, родители, признанные нуждающимися в поддержке, в нашем регионе получают от государства около 10 000 рублей ежемесячно, пока ребенку не исполнится полтора года. О других поручениях президента, которые отразятся на жизни губернии, в нашем материале. Главная задача государства, обозначенная президентом, – сбережение народа. К 2030 году продолжительность жизни в России должна увеличиться до 80 лет. А уже к 24-му необходимо добиться возобновления прироста населения. Ключевое направление работы – всемерная поддержка семей с детьми. В частности, президент предложил, чтобы льготная 6-процентная ставка по ипотеке распространялась на весь срок займа, а не только на первые 3-5 лет жизни ребенка. Для родителей детей-инвалидов с 1 июня дано поручение увеличить ежемесячные выплаты с 5,5 до 10 тысяч рублей. Проблема с яслями должна быть решена в течение ближайших 3 лет. Всего для малышей будут созданы 270 тысяч новых мест. Поставлена задача и по снижению налоговой нагрузки на семьи. Принцип должен быть очень простой – больше детей, меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвиживое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. Президент подчеркнул, перечень мер поддержки семей продолжит расширяться. Важная задача – обеспечение доступности медицинской помощи в каждом, даже отдаленном населенном пункте. Цель должна быть достигнута к 2021 году. К этому же году бережливыми должны стать все детские поликлиники в стране. Проект позволяет улучшать качество медобслуживания, в несколько раз сокращать процесс ожидания. В Самарской области такой подход применяют с 2017 года. До конца текущего он будет внедрен в 19 медицинских учреждениях. Школы страны продолжат подключать к высокоскоростному интернету. Для привлечения специалистов в село в 2020 году будет запущена программа «Земский учитель». Педагогам будут выплачивать по миллиону рублей. В рамках нацпроекта «Экология» необходимо обеспечить защиту всех заповедников от вырубок и застроек, увеличить долю переработки отходов с 8 до 60%. Также глава государства назвал основные направления работы, которые позволят обеспечить стране стабильный экономический рост. Рост производительности труда. Прежде всего, на основе новых технологий и цифровизации. Формирование конкурентоспособных отраслей. И как результат увеличение несырьевого экспорта. Более чем в полтора раза за шесть лет. Несмотря на то, что цели у нас долгосрочные, вы знаете, и 24-й, и 30-й год, люди должны почувствовать результаты от реализации нацпроектов в этом году. Я думаю, это был очень важный посыл. Все нацпроекты нацелены, конечно, на прорывное развитие, но нацелены и на каждого человека. Ведь очень просто можно сформулировать идеи национальных проектов в отношении каждого человека. Нужно, чтобы человек жил долго и счастливо. Ряд поручений Владимира Путина будет выполнен уже в ближайшее время. Это, в частности, касается пенсий. В этом году в России их проиндексировали на 7,5%. Однако одновременно были сокращены социальные доблаты гражданам, пособие которых превысило прожиточный минимум. Глава государства поручил пересчитать и вернуть пенсионерам недополученные деньги. Ветераны труда Самарской области предпенсионного возраста смогут получать ежемесячную денежную выплату ЕДВ из областного бюджета. Соответствующие изменения в закон рассмотрели накануне на заседании правительства Самарской области. Согласно поправкам, размер выплаты будет определяться с учетом оснований, присвоенного звания ветерана труда Самарской области. Так, за выслугу лет будет начисляться минимальная сумма – это 674 рубля в месяц. А звание почетного жителя может заметно увеличить выплату. Максимальная планка составляет 1213 рублей. Разработать все необходимые меры соцподдержки людей предпенсионного возраста – поручение губернатора Дмитрия Азарова. Здесь мы отражаем вопрос и индексации критерия по размеру пенсии, который является критерием для назначения мер соцподдержки единой денежной выплаты и защищаем интересы предпенсионеров. Мы вносим в такой формулировке, что действия данных положений распространяются на отношения с 1 января 2019 года. Если бы мы сейчас по поручению губернатора не отработали этот вопрос, то потенциально мы предполагаем, что около 11 тысяч человек из этой категории просто не получали бы доплаты. Взломай, если сможешь. В первый день весны стартует регистрация на отборочный этап международных межвузовских открытых соревнований в области информационной безопасности «Волга CTF-2019». Пройдет он с 29 по 31 марта в режиме онлайн. Формат соревнований – захват флага. Команды состязаются в защите собственных ресурсов и поиске уязвимостей в обороне соперника. Напомню, «Волга CTF» – один из крупнейших российских эвентов в области кибербезопасности. Ежегодно в нем принимают участие около 7 тысяч молодых специалистов со всего мира. Лучшие команды встречаются в финале, который проходит в Самаре. А у меня пока на этом все. Больше новостей на нашем сайте губерниатв.ру Доброе утро, губерния, студия Кати Перка. И Саша Кондратьев. Мы продолжаем подбирать интересные экскурсии. Кстати, как вам тур по парижской канализации? Раньше туристов катали по подземелью на специальном поезде, потом на лодке, а теперь предлагают и вообще пройтись и пешком. Кстати, под Парижем есть еще и катакомбы, в которых находится знаменитый Асуари. Эти захоронения – жутчайшее зрелище. Ну, Саш, ну прям видно, что знаешь, что-то в экскурсиях, да? Для тех, кто предпочитает менее ужасные экскурсии, но не менее захватывающие истории, рекомендуем отправиться в сказочную Англию. Маршрут по местам, где Гарри Поттер знакомился с миром волшебства, существует уже несколько лет. Туристы посетят платформу 9,75, пройдется на знаменитом Хогвартском поезде и попадут в сказочный Хогвартс. Побывают в зоопарке с говорящим удавом и в волшебной лавке. А если вы влюблены в индийские фильмы, вам обязательно нужно побывать в Болливуде. Предприимчивые жители Бомбея давно устраивают экскурсии в действующий павильон, а также в футуристический музей киностудии. Прямо во время экскурсии вы ненароком можете стать даже героем массовки. А тем, кто хочет пощекотать себе нервишки не от пения Саши, стоит отправиться на Гаити и посетить необычную экскурсию в глухой деревне. Здесь есть возможность познакомиться с настоящими колдунами и принять участие в ритуале вуду. Приготовление зелья, вызов духов и даже своеобразное жертвоприношение реальны и сейчас. Из самых интересных экскурсий по России меня впечатлила прогулка по алмазоносной трубке «Мир» в Якутии. В настоящий момент глубина карьера 450 метров, а внешний диаметр 1200 метров. Известно, что над миром даже не летают вертолеты, поскольку из-за разницы в воздушных потоках их буквально засасывает в карьер. Фотографии какие крутые можно сделать. Ну а на какие еще экскурсии можно отправиться, нам расскажут жители губернии. Завести на светлое будущее. Наверное, что-то экстремальное. Поход в лес без карты. Завидут туда, куда ни разу. Название оригинальное, на самом деле, по работе это встречалось. Именно с таким бюро оно действительно существует. Я без боясь представить. Ну что-нибудь историческое, по историческим старым местам Самары может быть. Прекрасные туры в Тулу, наверное. Вообще сейчас каждый желающий может стать экскурсоводом и сам провести экскурсию. Для этого есть специальные сервисы в интернете. В отличие от турагентств, здесь предлагают действительно уникальные маршруты, причем в нормальной, доброй, дружеской, простой атмосфере. Да, выбор действительно широк. То, что экскурсовод сам считает интересным в собственном городе. От мест съемок фильмов до расписанных граффити достопримечательностей. Некоторые пользователи прямо на экскурсии проводят мастер-классы. Темы, опять-таки, самые разные. Вот, например, Виктор проводит экскурсию «Ивановская горка» или «Три века русского криминала». Здесь мы узнаем, где металл Сюрикен и Фандолин, где скрывался Блюмкин после убийства графа Мирбаха и где брали Горбатого. В общем, умение ходить и говорить одновременно может принести деньги и славу. Нужно лишь придумать маршрут и найти желающих гулять по нему в вашем обществе. Ну, вот я бы сейчас с удовольствием прогулялась вместе с Таней Петциной по новой выставке. Все когда-то впервые начинают ходить, говорить, писать и еще рисовать. И здесь главное не результат, а сам процесс. Свобода мысли, полное погружение в творчество. Никаких оценок, хотя промежуточное подведение итогов только помогает. Вместо привычного отсмотра «Творческий вечер» выставка картин открылась в Самарской библиотеке номер 8. Я прихожу, я созерцаю эти картины и наслаждаюсь этим художественным творчеством, черпаю какую-то внутреннюю энергию в каждой живописной работе. Наши читатели тоже очень любят эти работы и просят потом даже копию им написать на память. С этих картин открывается для читателей библиотека, ставшая арт-пространство. Здесь прошел мастер-класс по живописи, еще раз доказавший, что рисовать может каждый, вне зависимости от пола и возраста. Различаются лишь жанровые предпочтения. Дети любят пофантазировать, а взрослые взглянуть на реальность под другим углом. Я люблю землянику и с удовольствием писала эту работу, очень интересно было. Вот единственное, что я забыла, там сделать косточки. На создание картины у Дарьи ушло несколько часов. Занятие прошло под руководством педагога. Татьяна Петрова не навязывает общепринятых постулатов, а лишь дает подсказки. Не стоит слепо копировать натуру. Лучше искать решение в себе, в своих мыслях и чувствах. Мы пытаемся выплеснуть наружу эту энергию творчества, именно энергию радости. То есть наши мастер-классы – это арт-терапия даже больше, чем что-то, как у нас, урок. Порой самое трудное – побороть страх чистого листа. Чтобы его преодолеть, стоит сделать всего один первый штрих. И, возможно, жизнь заиграет новыми красками. Татьяна Петцина, Виктор Соколов. Программа «Утро. Губернии». Продолжаем нашу программу. И совсем скоро, в эти выходные, 23 и 24 февраля, состоится зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» в одном из торговых центров нашего города. И у нас в гостях Игорь Шадрин, руководитель театра «Пластилиновый дождь», и Анастасия Шадрина, программный директор фестиваля «Пластилиновый дождь». Доброе утро. Доброе утро. Выговорил. Что из себя представляет зимний фестиваль? Потому что мы больше знакомы с летним. Какие различия? Расскажите, пожалуйста. Третий год у нас зимний фестиваль. Мы, когда первый раз размышляли про водителей, не проводить зимой, немножко сомневались, потому что все-таки это торговый центр, все-таки это помещение, а не улица. А мы уж любим больно улицу. И у нас все фестивали уличные, которые проходили, они были в Струковском и красиво, и в зелени, и все дела. И тут такие думали-думали, стоит-не стоит, но провели, рискнули первые. И вроде бы хорошо, и вроде бы пошло, и вроде бы наш зритель все равно приходит, все равно толпы народу есть, есть что делать, есть что смотреть, есть что куда ходить, и руками, и глазами, и так далее. То есть поэтому, в принципе, прям замечательно все это идет. Ну и атмосферу тоже пытаемся сохранить, чтобы там был такой движняк везде на аллеях, на площадках. Это не просто концерт, это вот именно фестиваль и атмосфера там соответствующая. Расскажите, чем будете удивлять, что ждете сами от фестиваля? Ждем, наверное, как всегда, позитива, прежде всего, чтобы все было хорошо, весело и по-доброму. В этом году, наверное, такая отличительная особенность будет в том, что очень много шествий. То есть мы постепенно как-то не то, что уходим, но переходим к такому формату, что не только мероприятия на одной площадке, но и спектакли, которые идут по разным площадкам. Это такой, ну, новый, современный, популярный подход уличных театров. Поэтому спектакли шествий представляют у нас театры Санкт-Петербурга, странствующие куклы господина Фижо, театр «Пластинной дождь» мы тоже покажем шествия. И театр из Альметьевска. Альметьевский уличный театр тоже привезут в шествия. Вот такая вот особенность. А какая еще программа состоится? Музыка для детей что-то подготовили? Ну, конечно. У нас, да, как обычно, у нас работает много площадок. То есть есть музыкальная площадка, есть детская, детские программы идут на отдельной площадке. Тоже показы, разные спектакли, какие-то программы и так далее. Есть у нас площадки, где работают, ну, в большей части работают какие-то танцоры, мастер-классы, спектакли танцевальные. Вот есть главная площадка, на которой, конечно же, идут уличники, разные уличные спектакли, которые приезжают. И есть разные мелкие точки, ну, мелкие в кавычках, потому что можно пойти на арт-базарчик, прикупить какую-то штучку себе интересненькую. Можно пойти на мастер-классы, сделать себе какие-нибудь там значки. Самим такую штучку сделать. Да, самим сделать, как бы, это все. Есть, понятно, что там есть какие-то небольшие, немножко ресторанчиков, где там что-то интересненькое, может, какие-нибудь бутербродики или что-то еще. А вот именно в формате фестиваля попробовать. Вот, что еще, что забыл? Ну, фотозоны, живые скульптуры, ходулисты, это все тоже, конечно же, будет на аллеях, в таком интерактивном формате, где нужно обязательно участвовать. Будет фотографироваться там и с анимацией там разной, там в разных образах. Будет, конечно же, наш любимый, даже два, по-моему, да, два великие ездить, которые там, да, да, эти огромные. Вот, то есть будет много всего. То есть, в принципе, можно на целый день приходить, и не будет скучно, постоянно будут меняться программы. Нужно приходить на целый день, потому что программа идет параллельно на всех площадках, и сложно успеть посмотреть все за недлительный промежуток времени. Поэтому лучше приходить на целый день, а лучше на два дня, и по расписанию смотреть, что где происходит, и менять площадки, место дислокации, перемещаться и смотреть. Сейчас уже можно посмотреть расписание где-то, узнать, выделить для себя кого-то? Сегодня, сегодня мы разместим расписание в нашей группе ВКонтакте, где будет все подробно, по времени, по часам расписано. Вчера вот мы его окончательно доделали, всех утвердили, согласовали, вот сегодня размещаем. Да, причем расписание будет не только ВКонтакте, там или в интернете вывесено, будет еще на месте, понятно, что будут на площадках, там везде, вот в формате этих аллей, будет расписание выложено, потому что некоторые говорят, мы не можем найти. Там есть такая вот, как приходишь на фестиваль, есть стоит огромная тумба с фотографиями со всеми, там точно есть расписание. Они и в разных местах есть тоже, но вот прям можно подойти, посмотреть. Там может быть, конечно, какие-то небольшие подвижки, там 10-15 минут, это может быть, это совершенно нормально, то есть для фестиваля уличников на улице вообще может быть подвижки, там взяли, поменяли, там что-то. Тут как бы проще, но 10-15 минут спокойно можно двигаться, поэтому пускай будут внимательнее, товарищи, зрители. Если кто-то хочет что-то конкретное прийти посмотреть, то лучше прийти чуть-чуть заранее. Да, в последнее время театр «Пластилиновый дождь» нас избаловал и показывают премьеры на фестивалях. В этом году будет что-то новенькое? Конечно, будет. А так получается, что у нас, там мы работаем три кусочка, один кусочек мы показывали на площади Куйбышева в новогоднюю ночь, мы сделали такую какую-то вот историю, зимнюю историю про луну, такую что-то, мы ее покажем, и очень интересно нам, как это будет именно в формате фестиваля смотреться. Потому что мы показывали на большую площадь со сцены и так далее. Будет кусочек, вот Настя говорила уже, шествия. Мы его показывали на летнем фестивале, но я думаю, что его увидели один раз всего, и видели мало людей, поэтому это практически премьерный. То есть третий показ, мы один раз в Питере его показывали, один раз у нас. И третий кусочек, это мы делаем новую какую-то историю из жизни аистов, тоже какой-то вот такой вот интересный кусок, причем он правда реально интересный получается. Спешим безумно, потому что прям вот скорее-скорее вот... Делаем специально к фестивалю. Да, специально к фестивалю. Я думаю, что это будет прям очень интересно, вот именно такой перформанс в нашем стиле, веселый, добрый, смешной, позитивный и такое. Ну что, кстати, говорят приезжие артисты о самарском зрителе. Все-таки к нам приезжают обычно такие матерые спектакли, которые известны и за рубежом, и в Европе. Как они относятся вот гостеприимно, негостеприимно. Им очень нравится, они просят каждый год снова приехать, им очень нравится атмосфера. Ну, наверное, это связано с тем, что мы сами в уличный театр и сами приезжаем на фестиваль и знаем, чего хочет артист, когда приезжает на фестиваль. Любви, тепла, заботы, хороших зрителей. А мы их растим уже с 2011 года, и наш зритель уже вырос на наших спектаклях, на наших фестивалях, поэтому понимает, как нужно себя вести на уличном фестивале. Поэтому, конечно же, все театры рады к нам приезжать и возвращаться. Вот в этом году приезжает, уже получается, в Самару третий раз театр «Странствующих кукол» господин Пежо, и опять они едут с радостью и с позитивным настроем. Потому что знают, что бутербродики при мёртвии никогда не заканчивают. Да, специальная девочка это всё вежит, специально обученный человек, да. Потрясающе! Ждём с нетерпением, конечно, этого волшебного события. Успехов вам, чтобы вы всё успели и, конечно, радовали 23-24 февраля всех зрителей Самары этим событием. Очень ждём. Спасибо. Продолжаем нашу программу. И, знаете, из Елены Шишкиной вышел бы отличный экскурсовод, но она предпочла стать театралом тоже. Смотрим её отчёт о свежей премьере. Дело не просто в том, что со временем блокады Ленинграда, в котором начинается действие пьесы Алексея Арбузова, прошло почти 80 лет. Исключительные условия, в которых встречаются Лика, Марат и Леонидик, изначально делают их отношения особенными. По мнению постановщика спектакля «Мой бедный Марат в театре драмы», встретить подобное в людях сегодня практически нереально. Я вижу эту проблему очень серьёзную, которая стоит сейчас перед нами. Проблема тотального эгоизма. Проблема конформизма. То, что, к сожалению, пропитало всё. Когда вы не слышите двух слов правды, ну вот тогда хочется ставить арбузы. Вот, собственно, и всё. Мой выбор очень простой. Казалось бы, это пьеса о любви и любовном треугольнике. Но на самом деле история куда глубже. Ведь герои встречаются снова и снова спустя года. И удивительным образом меняются их отношения и взгляды на жизнь. Мне безумно нравится свет, который есть в этой героине. Вот это счастье, чудо, оно лёгкое, она искренне очень во всё верит. Нам в силу жизненных обстоятельствах всегда приходится закрываться, защищаться, надевать какую-то броню. Но вот этого света так не хватает. Его в жизни сейчас не хватает. И я благодарна просто за возможность, когда тебе позволительно выйти и сиять. О чём вообще спектакль? О том, что мы даже в такое суровое время, как война, даже в нечеловеческих условиях, даём очень много обещаний, которые почему-то потом считаем нормальным не держать. Причём обещания не только кому-то, обещания, которые мы даём сами себе. А спустя годы всё замыливается, мы идём на один компромисс, на другой компромисс. И вот к чему пришли эти честные люди, эти подростки, которые оказались в блокаде Ленинграда. И что они обещали, и в чём они клялись, и к чему они пришли. Особенно ярко трансформации видны в Леонидике. Актёр Пётр Жайков, выходя на сцену в трёх актах, играет, по сути, трёх разных людей. По большому счёту он не стал человеком. То есть не был человеком до финала этого акта. Ну, инфантильный ребёнок, вечно его водят. Ему нужны люди, которые за ним ухаживают. И в конце спектакля он приходит к тому, что так жить нельзя, и делает первый ответственный шаг в своей жизни. И тем мы рождаем человека. Не знаю, будет ли режиссёр о собой согласен. Три персонажа проживают на наших глазах лучшие годы. Юность, молодость, зрелость. Совершают ошибки, не слушают друг друга, путают любовь и жалость. Но от прошлого невозможно убежать. И углы любовного треугольника, в которые попали юные персонажи, лишь обостряются с годами. Елена Шишкина, Алексей Гриднев, Утро губерния. Отправляемся на экскурсию по звёздам. Гороскоп прямо сейчас. Овин. Сегодня энергия окружающих зарядит вас по полной. Так что утреннее пресное состояние сменится активным. Вы расправитесь с делами шутя. Телец сегодняшний день откроет для вас новые перспективы. Постарайтесь не упустить возможности, подаренные вам судьбой. В достижении целей посодействуют друзья и родственники. Близнецы. При общении с людьми сегодня понадобится сдержанность и выдержка. Если все мысли и чувства будут написаны у вас на лице, диалог может не состояться. Так что держите лицо. Рак. В первой половине дня контакты с окружающими будут успешными и очень скоро дадут позитивный результат. Деловое общение принесет выгоду и поможет в решении важных вопросов. Лев. Если отношения с любимым человеком дали сбой, сегодня самое время для их восстановления. Главное сделать первый шаг. Дева. Если при общении с окружающими вы будете излагать свои мысли лаконично и ясно, то добиться большого успеха не составит труда. Не жалейте времени на обдумывание важных формулировок и сделайте речевую разминку с утра. Весы. Сегодня придется осознать, с какой скоростью растут ваши аппетиты. Вы, безусловно, заслуживаете в этой жизни большего. Осталось только понять, как реализовать свои мечты. Скорпион. Сегодня вы испытаете небывалую легкость. Все будет казаться простым и естественным. Возможно, окружающие проникнутся вашей энергетикой и не будут мешать. Стрелец. Избегайте лицемерия. Будьте искренними и принципиальными во всех вопросах. Окружающие оценят по достоинству вашу прямоту и честность и почтут за честь оказать вам поддержку. Козероги сегодня будут полны решимости начать новое предприятие. Но будьте готовы к преодолению препятствий. Трагедии из этого делать не стоит. Вам вполне по силам подчинить себе обстоятельства. Водолей. Любой совет, полученный сегодня, следует оценивать критично. Велика вероятность поступления ложной информации. Возможно, окружающие будут невольно вас дезинформировать. Хуже, если это будет сделано нарочно. Рыбы, сегодня вам стоит проанализировать свои отношения с окружающими. Если они складываются не очень гладко, причиной может быть ваша собственная прямолинейность. Больше дипломатии. Старайтесь входить в положение других людей. На сегодня наша экскурсия подошла к концу. С вами были Катя Перка. И Саш Кондрать. Пока-пока. Саш, слушай, мы с тобой забыли про интересную экскурсию рассказать про красноглинский холодильник. Там столько всего можно найти. А зачем так далеко ходить? У нас в гримёрке тоже холодильник. Там столько интересного. Одежда ведущим предоставлена Домом моды Маши Горячевой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok